Педагог Алина Судила еще буквально вчера находилась по ту сторону образовательного процесса. А сегодня уже получает свою первую зарплату. Несколько месяцев назад девушка окончила педагогический университет и по распределению приехала в Солигорск учителем биологии в первую школу. Признается, что в первый рабочий день очень волновалась. Я здесь как-то быстро освоилась. И когда идешь даже по уличкам, чувствуешь себя как в своем городе. То есть нет такого, как ты идешь и как-то все очень понравилось. И город и красивый, и молодой. Видно, что очень много различных инфраструктур развиваются, куда можно посетить различные интересные места. Разработка темы урока, проверка домашнего задания, оформление документации. И это еще не весь перечень обязанностей учителя. По словам Алины Андреевны, пока небольшие трудности в работе есть. Быть слишком доброй или слишком строгой нельзя. Нужна золотая середина. И особенный подход к каждому ребенку. Но несмотря на сложности первых недель работы, девушка для себя уже решила, что хочет связать свою жизнь с этой профессией. Школу встретила очень хорошо. Я как бы очень переживала насчет этого. Знаете, как мало того, что новый город, еще новые люди опять. Конечно, есть небольшие трудности по введению документации. И понятно, что как молодой специалист я много не знаю всех нюансов. Поэтому к заучам, к директору можно обратиться с любой просьбой. И они всегда помогут либо советом, либо скажут, что как лучше сделать. В этом учебном году первая школа стала площадкой для экспериментального проекта. На базе учреждения будет проходить апробации общего и среднего образования в условиях инклюзии для детей с особенностями развития. Также в школе уже третий год подряд реализуется инновационный проект по тесному сотрудничеству школы и родителей. Уделено внимание и новым учебным программам. Так, начиная с пятого по восьмой класс, школьники будут изучать иностранный язык на повышенном уровне. А учащиеся восьмых классов, в том числе на повышенном уровне, будут изучать биологию и химию. В этом учебном году у нас продолжается сотрудничество с университетом педагогическим именем Максима Танка. И мы проводим факультативные занятия в ведении в педагогическую профессию. Это факультативное занятие не только для наших детей, но и оно межшкольный факультатив. То есть из других учреждений образования к нам тоже приходят дети. И вот если все удачно, и ребенок хочет поступить в педагогический университет, то он может при условии, что по профильным предметам у них отметки 8, а все остальные отметки не ниже, чем 7, без экзаменов только по рекомендации нашего педагогического совета поступить в педагогический университет. В этом году новшества коснулись всех школ района. Для десятиклассников, которые изучают предметы на базовом уровне, вводится новый школьный предмет – профессиональное обучение. Так, к примеру, в условиях первой школы организована работа по освоению профессии оператор ЭВМ.